Говорит Черкесск В студии известнями республики Рита Нерова. Здравствуйте! И вот некоторые события. В Карачаево-Черкесии завершились выборы депутатов Думы Черкеска, Карачаевского городского округа, а также ряда сельских поселений. На следующей неделе в Государственном Кремлевском дворце состоится совместный концерт трех республик, посвященный столетию Карачаева-Черкесии, Адыгеи и Кабардино-Балкарии. 1 ноября Государственный Волжский русский народный хор имени Милославова выступит с новой юбилейной программой в Черкесске. И спортсмены Карачаево-Черкесии успешно выступили на чемпионате мира по борьбе на поясах в Узбекистане. Далее подробно. Карачаево-Черкесия На каждом избирательном участке работали как общественные наблюдатели, так и представители политических партий. Члены Общественной палаты республики выезжали на избирательные участки по всей Карачаево-Черкесии с целью мониторинга работы наблюдателей, а также соблюдения санитарных норм и обеспечения безопасности органами полиции. Азамат Лисов отметил, что мобильные группы посетили 11 избирательных участков в разных районах города и республики. Всего на территории Карачаево-Черкесии работали 157 избирательных участков и 10 тиков. По итогам 43 компаний будут распределены 460 мандатов. И в продолжение этой же темы. Более 56 тысяч избирателей Черкеска проголосовали на трехдневных выборах в Гордуму. Явка избирателей на выборах в Городскую думу республиканской столицы шестого созыва, по итогам которых будут распределены 33 депутатских мандата, составила более 68%. Своим избирательным правом воспользовались почти 57 тысяч горожан. Всего в городе зарегистрировано более 83 тысяч избирателей. Из них около 800 впервые голосующие. В Карачаево-Черкесии за 10 лет отремонтировали и построили около 50 дамб. В этом году досрочно завершилось строительство дамбы протяженностью 2,5 километра на реке Уруп в юго-восточной части станицы Приградной. Изначально строительство этого объекта планировалось начать только в текущем году, но было перенесено на 2021 год в связи с высоким риском подтопления около 300 домов. Наш регион относится к числу высокорисковых по паводкам субъектов России. Ежегодные подъемы рек создают угрозу размыла берегов и затопления прилегающих территорий. В селе Джага на реке Ишкакон в текущем году будут также отремонтированы две дамбы общей протяженностью более 3 километров 300 метров. Карачаевский и аули Адыгихабль по одному гидротехническому сооружению на реках Тиберда и Малый Зеленчук по более 2 километров. Площадь плодовых садов Республики планируется увеличить до 1600 гектаров в ближайшие 8 лет. К 2030 году планируется увеличение площадей плодовых насаждений на 800 гектаров. Объем производства при выходе на полную мощность всех садов до 64 тысяч тонн плодов в год. И сейчас, напомним, основные сельхозпроизводители плодовой продукции приступили к сбору урожая. На сегодняшний день с площади 15 гектаров собрано 559 тонн яблок. Ожидаемый объем валового сбора – 12 тысяч тонн, что выше уровня прошлого года на 20%. Проект по развитию туристско-рекреационного кластера «Дамбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 миллионов рублей, поможет увеличить турпоток в регион на 370 тысяч человек. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объектов общепита и жилого дома, рассказывает министр туризма и курорта в республике Расул Тикеев. Инвестиционный проект развития «Дамбая» предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов, а также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра, предполагается строительство, обеспечивающая инфраструктуру, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг. Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс в общей протяженности 17,4 километров, это электроснабжение, работа над газоснабжением продолжается, и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны вне бюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры, это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день в пик сезона, мы знаем, что там создаются очередя, и вот эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории «Дамбая». Поэтому «Дамбай» также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. На следующей неделе, 20 сентября, на главной сцене страны, в Государственном Кремлевском дворце состоится совместный концерт трех республик, посвященный столетию Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии. В рамках празднования юбилея торжественно откроется и соборная мечеть Черкеска, одна из самых вместительных на Северном Кавказе, где одновременно пять тысяч верующих смогут совершать молитву. Готовится также к открытию поликлиника в Карачаевске, новое современное здание на 350 посещений в смену. В октябре текущего года Черкесск примет финал Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион». Ключевое мероприятие состоится в обновленном здании Республиканской госфилармонии. Планируется, что к этому дню торжественно откроется филармония. Здесь велась филиграмная работа по реставрации здания с сохранением исторического архитектурного облика и декоративных элементов. Кроме того, будут запущены крупные проекты в агропромышленном и промышленном сферах. Речь, в частности, идет о запуске двух малых красногорских ГЭС и открытии крупнейшего на юге России мясоперерабатывающего завода по производству баранины группы компаний «Домоты». Более ста водителей общественного транспорта Республики привлечены к административной ответственности за различные нарушения. Таковы промежуточные результаты оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». Об этом сообщила старший государственный инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии Виктория Манушина. Целью данного мероприятия является снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте. На сегодняшний день сотрудниками госавтоинспекции проверено более 180 автобусов и выявлено порядка 110 административных правонарушений, среди которых имеются и такие, как управление транспортным средством водителем, не имеющим соответствующей категории. Фонд культурных инициатив подвел итоги второго конкурса. В 2022 году в числе победителей оказались две организации из Карачаева-Черкесии. Благотворительный фонд «Созидание» представил проект видеокниги «К столетию Государственной национальной библиотеки» имени Халимат Байрамуковой «Страницы века». Как отметила руководитель проекта Ася Байрамукова, проект направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Карачаева-Черкесии путем создания серии документальных фильмов о библиотеке. Проект направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Карачаева-Черкесии. Для этого мы хотим как раз таки создать видеокнигу «Столетию Государственной национальной библиотеки» Карачаева имени Халимат Бастюня Байрамуковой. Всю первую публичную библиотеку основана в 2022 году прошлого века в столице Батлопашевской, которая ныне в Черкесской столице, в Прочеркесской республике. И эта библиотека является ровесницей нашей республики, точнее, ровесницей государственной республики. Она прошла большой и сложный путь развития и отображала, в первую очередь, конечно же, культурную жизнь региона. Долгие годы библиотека была центром культурного развития и обогащения. С управлением интернета, да, ситуация изменилась, но само учреждение по-прежнему символизирует великую русскую, зарубежную литературу и литературу народов нашей республики. Могу сказать, что видеокнига «Странец и века» — это не о библиотеке, точнее, не только о библиотеке. Она о долгом, порой трудном, но всегда увлекательном и созидательном пути. Она о людях, сотрудниках, читателях, поэтах, писателях, о том, как много всего связано библиотекой. Но главное, она о прекрасной литературе народов нашей республики — русских, карачаевцев, нагайцев, черкесов и абайзин. В Карачаево-Черкесии обновили дорогу к курортам. Свежее асфальтовое покрытие будет сопровождать на протяжении 14 километров до самой лунной поляны. Здесь также восстановили подпорную стенку, поменяли огромное количество знаков и установили барьерное ограждение. 1 ноября государственный Волжский русский народный хор имени Милославова выступит с новой юбилейной программой в Черкесске. Концерт будет представлен в рамках федерального проекта «Мы – Россия», организованного Росконцертом. Юбилейный тур коллектива по городам Юга России и Северного Кавказа посвящен его 70-летию. В программу войдут как легендарные номера, ставшие жемчужинами репертуара, так и новые вокально-хореографические картины и песни. Государственный русский народный хор имени Милославова – единственный из волжских коллективов, который на высоком профессиональном уровне представляет богатейшее песенное наследие народов по Волжье. Успех концертных программ объясняется сочетанием качества, артистизма и душевной проникновенности исполнения. В республике прошел велопробег, посвященный столетию образования Карачаева-Черкесии. Маршрут прошел от центральной площади Карачаевска и завершился на въезде в Черкесск. 50 велосипедистов преодолели маршрут протяженностью 50 километров. Спортсмены Карачаева-Черкесии подняли флаг республики на пьедестале. Ребята приняли участие в первенстве России по эстафетному бегу, которое прошло в Сочи. Наша команда выиграла бронзу в эстафете 4 на 110 с барьерами среди юношей. В ее составе воспитанники городской спортивной школы номер 3 Ростислав Пудаков, Егор Ковалев, Кирилл Русаков и представитель спортивной школы Олимпийского резерва по легкой атлетике Эдуард Горбузов. Ну и последняя информация. Спортсмены Карачаева-Черкесии успешно выступили на чемпионате мира по борьбе на поясах в Узбекистане. Призовые места завоевали Азамат Татаркулов, Арсен Мусалаев, Канамат Декушеви, Шамиль Балачев. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. В горах местами плюс 9-14. В южных районах местами чрезвычайная пожароопасность 5 класса. В Черкесии кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 20. И штормовое предупреждение. 13 и 14 сентября местами по Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход сели малого объема. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова.